Я думаю, он просто устал. Просто устал. Он устал и... Я очень хорошо забрал спину. Контролировал ногами и бедрами. И это был просто... Правильный момент. Вот и все. Спонсор показа – компания 1Х. У них всегда большие коэффициенты и быстрые выплаты. А по промокоду RedFury вас ждет крутой бонус. Переходите и регистрируйтесь. Все ссылки в описании и в комментариях под этим видео. Он выходил на этот бой в качестве временного чемпиона и проделал просто невероятный путь в длину и в 5 лет. Он уже дрался с Конором МакГрегором. Он думал, что он подгодался к тебе. Но сегодня мы не увидели конкуренции. Ожидал ли ты то, что бой будет намного конкурентным? Или ты всегда думал, что ты будешь доминировать? Нет, я ожидал сложный поединок. Я не мог недооценивать этого парня. Он побил очень много хороших парней. Он очень жесткий. Он сложный соперник для каждого. У него хороший бокс и он хорошо двигается. За ним опыт и он дрался 20 раз в ВВС. Он сложный соперник. И до того момента, пока я не задушил его, мы дрались очень хорошо. Да, конечно, была немного доминация, но я чувствовал, что он контролирует не все, конечно, но он мог контролировать некоторые аспекты на земле и в стойке. Мы знаем, что ты являешься великолепным чемпионом и являешься послом в мире смешанной наборств. Сегодня ты рассказал о своем решении сделать пожертвование в фонд Дастина. Это может вывести благотворительный фонд Парье на другой уровень. Это превосходный поступок с твоей стороны. Знаешь, Дастин хороший парень. И он настоящий семьянин. И я слышал, что он занимается некой благотворительностью. И почему бы? Почему бы не использовать эту платформу для достижения этой цели? Я собираюсь продать эту футболку. И знаешь, и все деньги, которые я заработаю, я отправлю ему. И он может делать все, что он захочет. Заниматься благотворительностью и все такое. Знаешь, деньги это хорошо, когда они с хорошими людьми. Но если деньги плотно засели в голове, это очень плохо. Если деньги в твоих руках, ты можешь помогать, ты можешь отдавать, ты можешь сделать что угодно. Но если засели они в голове, то это проблема. Да, несомненно. Я знаю, тебе нужно время для отдыха. Это были сложные 11 месяцев для тебя. Был напряженный тренировочный лагерь, как и всегда. Но нужно двигаться дальше. И я не могу не спросить тебя, проведешь ли ты свой следующий поединок против Тони Фергюсона. Я уверен, дата этого боя будет выставлена на твоих условиях. Но как ты думаешь, Тони будет твоим следующим соперником? Решение примет UFC. Я думаю, да, он заслужил это. И он следующий. Это будет хороший бой. Будет здорово. И знаешь, что самое интересное? Даже несмотря на то, что ты чемпион, на то, что ты непобежденный, неоспоримый, у тебя 28-0. И рекорд 12-0 в UFC. Люди будут говорить насчет этого парня. Даже если я побью Тони Фергюсона, после Тони Фергюсона они найдут кого-то еще. И будут продвигать его. Говорят, что именно он побьет. Этот парень побьет, тот побьет. Это игра. Сейчас я знаю, что Тони, что после Тони ничего не будет окончено. Но сейчас именно. Я выиграл этот бой. Последние два года для меня были очень напряженными. Я чувствую огромное давление на себе. Дайте мне несколько дней для отдыха. Я чуть отдохну. Ты заслужил это. И затем продолжу драться. А на этом я прощаюсь с вами, ребята. До следующего выпуска. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, а также включить колокольчик, чтобы увидеть выпуск первыми. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok